Добрый день. Начинаем с графика министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. В период с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня 74 сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Центрального международного форума для всеобъемлющего рассмотрения в широкого спектра наиболее актуальных проблем современности. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Программа его пребывания в Нью-Йорке будет весьма насыщенной. Предусмотрен целый ряд встреч и с главами государств, правительств и внешнеполитических ведомств. Намечены беседы с генеральным секретарем ООН, председателем 74 сессии Генеральной Ассамблеи. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в многосторонних встречах постоянных членов Совета безопасности ООН, а также в рамках БРИКС, УДКБ и других мероприятиях. И 27 сентября министр выступит с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Я кратко пройдусь по программе, которая сейчас только прорабатывается. Но также могу сказать, что в нынешнем году неделя высокого уровня совпадает с председательством России в Совете безопасности ООН. Мы говорили и о программе российского председательства, и об основных инициативах на прошлых брифингах. Я хотела бы сказать, что в этой связи Сергей Лавров также примет участие в двух министерских заседаниях Совета безопасности. А именно 25 и 26 сентября первое будет посвящено сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и ШОО в сфере борьбы с терроризмом. А второе – укрепление мира и безопасности в Африке. Теперь кратко по тем встречам, которые прорабатываются. Еще раз хотел бы обратить ваше внимание, учитывая скорость развития международных отношений и графики наших зарубежных партнеров и коллег, все может меняться, дополняться, переноситься, либо отменяться по техническим и логистическим причинам. Но, исходя из того, что мы получили большое количество вопросов, с просьбой подтвердить тот график, который имеется, я хотела бы кратко анонсировать, еще раз повторю, те встречи, которые на сегодняшний момент прорабатываются. У нас в стадии проработки находятся встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Чили, Алжира, Венгрии, Кубы, Катара, Японии, Колумбии, Марокко. Также в процессе проработки встречи с президентом Палестины, министром иностранных дел Иордании, с президентом Международного комитета Красного Креста, с президентом Сербии, министром иностранных дел Израиля, а также главами внешнеполитических ведомств Дании, Эквадора, премьер-министром Судана, министром иностранных дел Словакии, главой внешнеполитического ведомства Сирии, и также с главами Министерства иностранных дел Мексики, Китая, премьер-министр Сент-Винсет Гренадин, вице-премьером иностранных дел Камбоджи, вице-президентом Венесуэлы. Мы также исходим с того, что прорабатываются встречи с госсекретарем США. Обо всех этих встречах, которые будут уже утверждены в качестве пунктов графика, мы будем сообщать вам дополнительно в преддверии этих встреч и обязательно по их итогам. И также еще раз хотел бы обратить ваше внимание на то, что планируются также и многосторонние мероприятия с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Это и те заседания Совета Безопасности, которых я уже сказала, которые проводятся по инициативе России в рамках российского председательства Совбезия ООН. Также не исключена и прорабатывается встреча в астанинском формате. И традиционные встречи в рамках ОДКБ, ну и целый ряд других мероприятий. Также мы планируем, что состоит традиционное общение министра с ООНовскими корреспондентами. Также анонс дадим обязательно отдельный, дополнительный. Еще я хотела бы в этом же контексте обратить ваше внимание на опубликованную сегодня статью министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Мир на перепутье в системе международных отношений будущего». Опубликована она на сайте журнала «Россия в глобальной политике», также продублирована на ресурсах Министерства иностранных дел России, на сайте МИД России и в аккаунтах в социальных сетях. Доступна также на нескольких языках английский, французский, немецкий, насколько я помню. Она посвящена и приурочена к открытию очередной 74-й Генассамблеи ООН и, безусловно, посвящена путям развития международных отношений, глобальным проблемам и возможности построения нового мира с учетом того позитивного опыта, которое имеется у стран в прошлом, сохранение всего того, что позволяло нашей цивилизации в XX веке по итогам Второй мировой войны жить, не вовлекая себя в новые потрясения подобного масштаба. Еще раз хотел бы привлечь внимание к этой публикации. Из других мероприятий. 30 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в открытии документальной выставки. Она будет посвящена 70-летию установления дипломатических отношений с КНР. 2 октября 1949 года, на следующий день после провозглашения Китайской Народной Республики, Советский Союз первым из иностранных государств установил с ней дипломатические отношения, тем самым открыв новую страницу в истории связей двух стран. Экспозиция охватывает период с момента образования КНР до наших дней. На выставке, подготовленной историко-документальным департаментом, Министерством иностранных дел России представлены материалы архивов Российского внешнеполитического ведомства и Министерством иностранных дел Китая. Документы, которые будут представлены на выставке, отражают присущие двусторонним контактам взаимное уважение, доверие, обоюдный настрой на плодотворный диалог по самому широкому спектру направлений. Посетители также получат представление о процессе становления взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами, беспрецедентном содействии, которое было оказано Советским Союзом Молодой КНР. Документы, а также будут и фотоматериалы последних десятилетий, включенные в экспозицию, подтверждают стратегический, всеобъемлющий характер российско-китайского партнерства, в основе которого лежат принципы дружбы, равноправия, добрососедства, нацельность на решение общих задач в интересах всестороннего развития наших стран, поддержание региональной и глобальной стабильности. 2 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в 16-й ежегодной конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай». Напомню, конференция состоится в Сочи. В этом году мероприятие полностью посвящено темам, которые связаны с восточным направлением внешней политики России. За последние годы роль нашей страны во многих регионах, объединенных широким понятием «Восток», без преувеличения стало ключевой. Это закономерно вызывает повышенный интерес у зарубежных партнеров, экспертного сообщества. В 2019 году «Валдайский клуб» в сотрудничестве с Министерством иностранных дел России посвятил целую серию заседаний различным аспектам ситуации в Азии, на Ближнем Востоке, в которых приняли участие министры иностранных дел России и его заместители. Ежегодная конференция венчает большую тематическую программу. Выступление министра состоится в рамках сессии «Ближний Восток» в общем контексте российской политики. И переходим к актуальным вопросам международной повестки. Вчера, 19 сентября, в ходе заседания Совета безопасности ООН, делегации Бельгии, Кувейта и Германии под давлением Соединенных Штатов Америки поставили на голосование проект резолюции, что позволяет остановить любые военные операции в Идлибской зоне до эскалации в Сирии. По сути, в провокационной манере была предпринята попытка вывести из-под удара террористические организации, которые хозяйничают в Идлибе и которые подпитываются весьма щедро из-за рубежа. На деле это не имеет ничего общего с заботой о гражданском населении, которое страдает от заселия террористов в первую очередь. Речь идет о данном районе Сирии. Авторов проекта не остановило даже то, что целый ряд таких организаций признан террористическими по решению непосредственно самого же Совета Безопасности. И мало того, Совет Безопасности предписал вести с ними непримиримую борьбу. За все это считалось намерение использовать гуманитарные аспекты в политических целях и просто затвердить разделительные линии в суверенной Сирии, а также оградить экстремистов от полного разгрома, просто обособив их на северо-западе Сирии. Заветированный Россией Китаем проект закладывал основу для беспочвенных обвинений сирийских властей и российских военных в нарушении международного гуманитарного права, грозил дальнейшими мерами, так было сформулировано в случае нарушения прекращения огня, то есть фактически лишал возможности наносить ответные удары на участившиеся вылазки террористов, включая их обстрелы гражданских объектов в населенных пунктах и российской авиабазы в Хмимиме. Проект полностью игнорировал предпринимаемые тройкой астанинских гарантов, напомню, Россия, Иран, Турция, усилия по продвижению политического регулирования в Сирии. И также обходил стороной введенный 31 августа режим тишины, который чуть не был сорван ударом ВВС США по Идлибской зоне. Хоть работа над проектом российская делегация предложила конструктивные поправки, они были направлены на то, чтобы прекращение огня не касалось антитеррористической действий, однако эти поправки были проигнорированы, соавторы не захотели продолжать работу по поиску консенсусных формулировок текста, и, как мы понимаем, под нажимом Вашингтона форсировали постановку проекта на голосование. Мы также имеем соответствующую информацию, что представители Соединенных Штатов Америки оказывали на членов Совета Безопасности давление, чтобы процесс согласования резолюции зашел в тупик и не вошел в конструктивное русло обсуждения. Россия и Китай, подчеркну, представили альтернативный проект резолюции о прекращении огня, который вступил бы в силу с полуночи 20 сентября, но не распространялось бы на антитеррористические военные операции. Он поддержан не был, к сожалению. Россия продолжит помогать восстановлению суверенитета и территориальной целостности Сирии, возвращению страны к мирной жизни и успешному завершению борьбы с терроризмом. Венесуэла. Обстановка вокруг этой страны остается тревожной, во многом в связи с политикой, увы, опять же, Вашингтона, которая безответственно раскручивает тему возможности силового вмешательства. Так, причем не наши какие-то придумки, не наша фантазия. Приведу вам конкретный пример в заявлении Госдепартамента США от 17 сентября решение сугубо внутриполитических венесуэльских вопросов увязывается с необходимостью применения Пакта Рио. Мы о нем подробно рассказывали в ходе прошлых брифингов. При этом американцы возлагают вину за срыв процесса ОСЛА на правительство Венесуэлы. Вы знаете, более лицемерного заявления придумать просто невозможно. Главная причина нынешней паузы в переговорах очевидна. Это политика как раз Вашингтона. Я хотел бы напомнить, что после введения новых санкций 5 августа Мадуро заявил о готовности продолжать переговоры при условии, что радикальная оппозиция осудит незаконные меры Белого дома, чего до сих пор не произошло. Вместо этого Гуайдо заявил недавно об исчерпании возможностей диалога в данном формате. А виновным за провал американцы все равно назначают законное правительство. Это, конечно, просто абсурд. Хотя и полбеды. Настоящее изумление вызывает другое. Сначала Вашингтон заявляет о невозможности каких-либо контактов оппозиции с Мадуро, а по прошествии нескольких месяцев, обвиняя его самого в срыве переговоров, грозит применением Пакта Рио. Это просто какая-то изуверская логика, а может быть и ее отсутствие. В любом случае, все это подтверждает абсолютный деструктивный подход американской внешней политики в регионе. И целью этого подхода является абсолютно точно свержение неугодных правительств, режимов и так далее. На этом фоне из самой Венесуэлы поступают позитивные новости. 16 сентября подписано соглашение между социалистической единой партией Венесуэлы и представителями умеренной оппозиции, а именно движение к социализму, прогрессивный авангард, решение для Венесуэлы, красный флаг. В соответствии с этим договором, с этим соглашением сформирована так называемая платформа национального диалога. Среди зафиксированных на бумаге договоренностей есть немало и обнадеживающих по настоящему моментов. Например, возвращение проправительной фракции к работе в национальной ассамблее, обсуждение нового состава избирательного совета и многое другое. Отдельно хотел бы обратить внимание на пункт 5 данного соглашения. В нем стороны обсуждают и также вносят соответствующий вердикт с явным осуждением незаконных антивенесуэльских санкций, требуют их безотлагательные отмены. Такое заявление, на которое так и не решился Гуайдо, подтверждает настоящий патриотизм тех, кто подписал данное соглашение от оппозиции, их настоящую реальную заботу о венесуэльском народе, о будущем страны. И хотел бы напомнить, что народ Венесуэлы страдает от экономического давления США. Данное соглашение открыто для подписания другими партиями, как мы понимаем. Так что радикалы могут присоединиться к общевенесуэльским переговорам по поиску взаимоприемлемых путей в регулировании ситуации в этой стране. Они могут встать и на правильную, а именно миролюбивую сторону истории, не призывать в Венесуэлу вооруженных интервентов под прикрытием Пакта Рио. Мы также приветствуем достигнутое правительством и конструктивной оппозицией соглашение, так как оно открывает путь к предметному разговору различных партий, которые готовы поставить судьбы Венесуэлы и ее народа превыше своих политических амбиций. Мы также хотели бы выразить надежду, что работа сторон пойдет энергично и добросовестно. Мы убеждены, что только сами венесуэльцы могут найти устойчивое решение накопившихся противоречий, и совместно вернуть страну на путь поступательного развития. Мы призываем всех членов международного сообщества, которые действительно заинтересованы в стабилизации обстановки в Венесуэле, последовать российскому примеру, а именно публично поддержать данный формат и не предпринимать каких-либо действий, способных нарушить переговорный процесс, который сейчас явно имеет шансы наладиться. Еще одним шагом в пользу венесуэльского народа стал бы положительный ответ Вашингтона на предложение официального Каракаса о восстановлении двусторонних дипломатических отношений, в рамках которых США и Венесуэла могли бы обсудить любые разногласия и мирным способом их решить. К другим темам. 15 августа мы привлекли Ваше внимание к статье в голландском издании The Telegraph. Она называлась «Русские запугивают жен голландских пилотов-истребителей F-16». Данная публикация – это такой хрестоматийный пример дезинформации, попытки дискредитировать нашу страну путем вбросов, путем распространения не просто неподтвержденной лжеинформации. Наши комментарии на эту тему были опубликованы в соответствующем разделе сайта Министерства, примеры публикации тиражирующих недостоверную информацию о России. Но история получила развитие и на политическом уровне. Депутаты Второй палаты и Генеральных штатов Нидерландов направили обращение министру обороны Нидерландов. Она 5 сентября обнародовала официальный ответ на запросы парламентариев по данному сюжету. Какой же был вердикт? В своем ответе глава оборонного ведомства Голландии признала, что применительно к случаям, которые описаны в публикации The Telegraph, установить лиц, которые угрожали семьям нидерландских военнослужащих, не удалось. Но при этом министр обороны, ссылаясь на вышедший ранее годовой отчет о деятельности службы военной разведки, не применило упомянуть о неких гибридных угрозах со стороны России и повторить традиционный набор клише о деструктивной деятельности нашей страны по подрыву трансатлантической связки стран-членов НАТО. Ну, больше чем за последнее время эту связку подрывали сами США, у нас бы и не получилось, мне кажется. Но я просто хочу сказать, что вот это та самая история, которую можно назвать просто настоящим тандемом между пропагандистами и средствами массовой информации, которые поневоле становятся так же или выполняют роль пропагандистов. Посмотрите, как интересно. Сначала в газету вбрасывается информация о том, что якобы русские запугивают жен голландских пилотов-истребителей. Откуда берет газета этот материал? Ну, очевидно же, она берет от голландских спецслужб. Откуда еще газета может знать эти подробности? Я могу понять, если бы обратились жены голландских пилотов в это издание с жалобами, но жены-то вряд ли могут рассказать, что это были некие русские люди, которые их запугивали. Но газета при этом так и пишет. Мало того, она выносит эту тему в заголовок. Она пишет о том, что русские запугивают. Явно здесь есть связка со спецслужбами. Откуда же иначе газета бы взяла эту информацию? После этого эта история поднимается на политический уровень и следует якобы официальное расследование с таким явно официальной реакцией на этот счет. Что мы видим в официальной реакции? Мы видим отсутствие фактов, каким-либо образом увязывающих историю с Россией, но при этом, опять же, за счет пропагандистских инструментов делается все для того, чтобы все-таки включить в эту историю Россию, рассказав о ее неком прошлом деструктивном поведении и так далее. Вот этот круг замкнулся. Этих кругов, этих пропагандистских колец огромное количество и множество. Это и есть пропаганда, с которой, в частности, НАТО или евроструктуры в Брюсселе пытаются якобы бороться. Вот это тот самый случай. Я еще раз хочу обратить внимание. Никаких доказательств ни в газете, видеотечек, ни уже в официальном ответе головы оборонного ведомства государства не приводится. Все предполагается сделать за счет манипуляции общественным сознанием. Через пару недель парламент Нидерландов будет рассматривать проект бюджета на следующий год. В проект бюджета заложено увеличение статьи на военные расходы. В общем-то, теперь пазл весь складывается. Нетрудно проследить причину-следственную связь между подобными публикациями, подготовленными накануне принятия решения по бюджету или обсуждения бюджета официальными ответами, в котором не сказано ничего конкретного, но при этом формируется некое отношение к этой ситуации. И ведь речь идет о крупнейшем голландском издании. Видимо, чтобы такая непопулярная мера прошла, необходимо в очередной раз всех запугать и консолидировать депутатов за счет запугивания врагом в лице России. Таким образом, глава оборонного ведомства Нидерландов с одной стороны подыграла антироссийским настроениям, а с другой ушла от полемики, фактически признал, что никаких конкретных обвинений России предъявить в данном случае невозможно и подтвердил голословность антироссийских выпадов нидерландских журналистов. Я хочу сказать, что вот именно на такие публикации нужно обращать внимание всем тем международным структурам, которые сейчас так рьяно начали бороться с пропагандой. Вот лучшего примера, мне кажется, привести сложно. Лучший пример сложно даже найти. Еще одна тема, связанная с международной информацией, это вообще невозможно было поверить, но что делать, мы живем в такое время. Так вот, как вы знаете, проходит обзорное совещание ОБСЕ по человеческому измерению, в нем в очередной раз принимают участие крымские журналисты, и в очередной же раз их участие вызвало агрессивную реакцию со стороны представителей ряда западных делегаций, а также Украины. Они предприняли целый ряд попыток просто не допустить к микрофону представителей средств массовой информации российского региона. Я хотела бы подчеркнуть, что речь идет о журналистах, которые получили официальную аккредитацию Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на данное мероприятие. Более того, я хотела бы обратить внимание, что речь идет о тех журналистах, этих людях, которые на протяжении десятилетий длительного времени, не последних лет, а исконно жили на территории Крыма. Так вот, теперь непосредственно о том, что же там произошло. С 16 по 18 сентября в Варшаве в рамках обзорного совещания состоялись пленарные сессии, посвященные вопросам свободы слова, средств массовой информации и безопасности журналистов. В качестве выступающих на этой представительной международной площадке были аккредитованы представители ряда крымских средств массовой информации, а именно Крымская газета, Крымское информационное агентство, телерадиокомпания Крым, крымско-татарский телеканал Милет. Однако их попытки выступить, я хотела бы еще раз подчеркнуть, при полном соблюдении всех процессуальных норм, неоднократно блокировались делегациями Украины, Канады и Соединенных Штатов Америки. Я просто напомню, что Украина идет, как она заявляла, дорогой, которая должна ее привести в цивилизованный мир. Канада в лице своего министра иностранных дел недавно ассоциировалась с проводимой в Лондоне огромной конференцией так называемой «в поддержку свободы средств массовой информации». Ну, про США чего уж тут говорить. Особенное негодование вызывали выступления главного редактора Крымской газеты Марии Волконской. Она на эти три дня просто стала настоящей живой мишенью как для официальных представителей Украины, так и для целого ряда украинских общественных активистов, которые именовали себя не иначе, как некими гражданскими журналистами и правозащитниками. После незамедлительных протестов российской стороны, призывав к организаторам мероприятия и его модераторам соблюдать установленные правила порядка ведения дискуссии, организаторы совещания все-таки дали выступить всем представителям Крымского полуострова, но это действительно, понимаете, это через бой. Это борьба за возможность выступить на конференции по свободе средств массовой информации. Это вообще за гранью. Осознав, что лишить слова и не допустить крымчан до микрофона не удастся, еще раз говорю, речь идет о конференции по свободе средств массовой информации, украинская делегация на определенное время покинула зал заседания, делая при этом в кулуарах какие-то совершенно несусветные заявления о возможности и вовсе отказаться от участия в совещании в дальнейшем, если представителям Крыма будет дано слово. Да и ради бога, отказывайтесь, никто же даже не заметит вашего отсутствия. Правда, на следующий день украинская делегация передумала, в зал вернулась и от дальнейших публичных протестов отказалась, потому что это уже за гранью какого-либо разумного поведения. С одной стороны, мы к такому поведению уже привыкли. Практически аналогичная ситуация складывалась в Варшаве и в прошлом году, но ведь этим дело не закончилось. В последний день трехдневного марафона в Варшаве по медиапроблематике стало известно о том, что, знаете, мне даже голос дрожит это произносить, но это факт. Несколько раз перепроверяли. Так вот, в последний день стало известно, что на Украине возбудили дело против крымских журналистов из-за их участия в совещании ОБСЕ. Это просто новое слово какое-то в защите журналистов в ходе конференции по свободе средств массовой информации. Так вот, согласно публикации на странице в социальной сети Фейсбука по спреду президента Украины в Крыму Антона Кореневича, офис которого находится в Херсонской области, в отношении участников крымской делегации открыто уголовное производство, цитирую, по факту нарушения представителями оккупационных СМИ порядка выезда с оккупированной территории с целью участия в ежегодном совещании ОБСЕ в Варшаве. Конец цитаты. Также анонсируется, что расследование будет проводиться Службой безопасности Украины. То есть это за то, что журналисты посмели принять участие в конференции ОБСЕ по свободе средств массовой информации и безопасности журналистов в отношении конкретных этих людей возбуждается уголовное дело. Мы, конечно, рассчитываем на соответствующую реакцию руководства ОБСЕ на совершенно вопиющий случай. Последнее. Мы, как неприятно целому ряду государств, слышать правду об истинном положении дел со свободой слова в Крыму, мы видим. В общем, можете больше не стараться. Слышите ее не из уст ангажированных украинских активистов и пропагандистов, а непосредственно от тех, кто живет и работает в Крыму, непосредственно от крымских журналистов. Еще раз говорю, не тех, которые туда приехали после 2014 года, а тех, кто там родился, жил и всегда находится. Ведь они пытаются рассказать только то, что видят сами и чем хотят поделиться просто из первых рук. Мне ничего больше не хотят сделать. Они ничего плохого, никакой грозы никому не представляют. Мало того, по большому счету, они даже не настаивают на том, чтобы верили их выступлениям. Они хотят только одного. Они хотят пригласить всех тех, кто так много говорит о ситуации в Крыму, непосредственно полуостров. Что же здесь такого криминального? Мы много раз обращались и к представителям ОБСЕ, сейчас мы сделали обращение и обратились к ДИПЧО ОБСЕ. Мы, безусловно, в очередной раз отправим письмо господину Дезиру. Но вы знаете, мне кажется, что после этой ситуации настал момент все-таки обратиться непосредственно к руководству Украины. Оно новое и современное. Господин Зеленский, обратите внимание на эту вопиющую ситуацию. Мы не можем пройти мимо высказываний Миннадел Эстонии. Речь идет об очередных заявлениях. Это, знаете, такие сезонные заявления о праве требовать компенсации от России за ущерб так называемой советской оккупации. Еще раз говорю, что они появляются сезонно. Мы рассматриваем их как личную инициативу того или иного политика. При этом аналогичный заход Урмаса Рейнсалу в прошлом году, когда он, будучи министром юстиции, подписал со своим латвийским коллегой заявление о намерении добиваться от России возмещения ущерба за некую советскую оккупацию. Кстати, в Литве этот Димаш не поддержали. В самой Эстонии просто напросто дезавуировали. Глава правительства тогда отметил, что, цитирую, «его кабинет заниматься составлением и выдвижением претензий к Российской Федерации не будет». По существу вопроса еще раз хотели бы подчеркнуть, что российская позиция остается неизменной. Мы не приемлем само понятие «советская оккупация», через которое в подобном ключе пытаются интерпретировать освобождение европейских народов от фашистского порабощения. Следовательно, отвергаем и искусственно выдвигаемые к России юридически ничтожные претензии. Комментирую это, потому что было много вопросов с просьбой дать соответствующую оценку. И, как и говорили мы на прошлом брифинге, в связи с тем странным мероприятием, которое прошло в Варшаве, и оно должно было быть приурочено к началу Второй мировой войны, и в результате вылилось в неизвестно что, с придуманными новыми форматами, новой идеологической подоплекой. И в связи с тем, что было большое количество заявлений официальных польских лиц относительно того, что Польша пострадала от Советского Союза, мы обещали на прошлых брифингах, предоставить информацию подробную. Ну, насколько вы же знаете, есть такое русское выражение, каков привет, таков и ответ. Вот сколько будут делаться подобные заявления в адрес нашей страны, в адрес нашей истории, истории нашей страны. Вот столько и еще в большем объеме мы будем отвечать. Поэтому сегодня я расскажу о помощи Польше со стороны Советского Союза после Второй мировой войны. Я считаю, что эту информацию нужно знать польской аудитории, коль скоро ее пытались дезинформировать массированно в первые дни сентября текущего года. Так вот, мы подробно комментировали прошедшие в Польше в связи якобы с 80-летием начала Второй мировой войны памятные мероприятия. Почему якобы? Потому что, еще раз говорю, приурочены они были именно именно к этой дате, а идеологическая составляющая, опять же, как отмечали польские официальные лица, как-то мутировала и вылилась в неизвестно что. 17 сентября исполнилось 80 лет со дня вступления частей Красной Армии в Западную Украину и Западную Белоруссию. Польский официоз предсказуемо воспользовался этой датой для провоцирования череного всплеска русофобии, тиражирования безответственных псевдоисторических трактовок тех событий, ну и, в общем-то, фальсификации истории. Крайне откровенной издевкой на этом фоне выглядит наказ президента Польши Дуды польским послам активно бороться за историческую правду. Хотела бы напомнить, что борьба за историческую правду осуществляется не пропагандой однобоких антироссийских оценок, не реконструированием исторических фактов с позиции сегодняшнего дня, а работой с первоисточниками, изучением архивных документов, восстановлением событий с опорой на документальные свидетельства и показания очевидцев той эпохи. Литературы сейчас много. Сегодня мы попытаемся в какой-то мере дозавуировать и восполнить тот ущерб, который польские политики нанесли нам своими высказываниями. И хотелось бы привести факты, которые опубликованы в исторической литературе, о той огромной финансовой и материально-технической помощи, которую Польша получила от Советского Союза во время и после Второй мировой войны. С многочисленными материалами на эту тему, в том числе с уникальными историческими документами из фондов Центрального архива Министерства обороны России, все желающие могут ознакомиться на сайте мультимедийного проекта «Память против забвения», о чём пытаются забыть поляки. И сегодня в тексте брифинга будет ссылка на соответствующий подраздел. К сожалению, современный польский эстеблишмент, политический эстеблишмент замалчивает эти факты, предпочитает выставлять себя жертвой тоталитарных режимов, приписывать нам некую равную ответственность наряду с Германией за развязывание Второй мировой войны, продолжает трактовать договор о ненападении между Германией и Советским Союзом 1939 года, именно пакт Молотова-Риббентропа, как пакт войны, лицемерно просто игнорирует тот факт, что активно заигрывала Польша с Гитлером, и в 1934 году стала одной из первых европейских стран, которая подписала с Германией договор о ненападении, фактически предполагающей установление союзнических отношений с нацистами. На все попытки пересмотреть заданную трактовку польские официальные лица реагируют крайне болезненно. Нейтральный твит посла ФРГ в Варшаве, где он назвал пакт Молотова-Риббентропа соглашением о неагрессии, повлек за собой возмущенную реакцию польской элиты. Апогеем стали слова бывшего Минодела Польши, нынешнего евродепутата Вашиковского, о том, что этот пакт является сговором о разделе Польши, Центральной Европы и цитирует «преступление мирового масштаба». Конец цитаты. Ну, просто как-то странно слышать это от представителя Польши, учитывая, что в 1938 году именно Польша приняла участие в разделе Чехословакии, по итогам которого ей отошла промышленно развитая Тишинская область. По свидетельству участников тех событий, а именно Черчилля, Польша, теперь цитата, «с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении Чехословакского государства». Конец цитаты. Став одним из бенефициаров Мюнхенского соглашения, Варшава строила планы дальнейшей экспансии, имея конкретные, совершенно конкретные виды на Литву и украинские земли. В январе 1939 года польский министр иностранных дел Бек заявил главе германского внешнеполитического ведомства Риббентропу, что теперь тоже цитата, «Польша претендует на Великую Украину и выход к Черному морю». Конец цитаты. Еще раньше в докладе 2-го отдела главного штаба войска польского отмечалось, опять же цитата, «расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке. Главная цель – ослабление и разгрома России». Конец цитаты. После войны, как гласит создаваемая на наших глазах официальная польская историография, Польша и регионы Центральной Восточной Европы на десятилетия погрузились во мрак страданий, порожденных советской оккупацией». Тоже цитата. «Окончательное освобождение якобы наступило лишь в 1989 году благодаря деятельности польского антикоммунистического подполья. Подоплеки всей этой вакханалии исторические, на наш взгляд, комплексы польской политической элиты, которые понимают, что вот все, что сейчас происходит – это и есть переписывание истории, и мы с этим мириться не будем». В итоге Польша, которая, по большому счету, отреклась от нашей общей победы, от подвига Красной Армии, по большому счету предала память в том числе и своих ветеранов, которые делили окопы с советскими солдатами. Не остается ничего другого, как проводить памятные мероприятия в кампании, которая не предполагает и не предполагала участия представителей той страны, которая действительно сыграла решающую роль в том, чтобы Польша не была стерта с лица земли. Парадокс ситуации заключается в полном извращении сути исторических событий и попытки навязать эту трактовку будущим поколениям в качестве единственно верной. А теперь факты по поводу помощи. Советский Союз начал освобождение территории Польши от гитлеровских войск летом 1944 года. После образования войска польского оказывало ему значительную поддержку вооружением, боеприпасами, продовольствием. За время войны Советский Союз передал Польше 700 тысяч винтовок и автоматов, 3,5 тысячи орудий, тысячу танков, 1200 самолетов, порядка двух тысяч автомашин, 1800. Освободив Польшу ценой жизни шестисотен тысяч своих военнослужащих, Советский Союз начал реализацию масштабной программы по восстановлению ее экономики, в рамках которой осуществлял поставки в страну продовольствия, медикаментов, сырья, топлива, оборудования и многого другого. Помощь Польше начала поступать за три года до начала реализации плана Маршала, который западники пытаются представить едва ли не единственным инструментом после военного восстановления разоренных гитлеровцами стран. 20 октября 1944 года было подписано первое соглашение о поставках и условиях расчетов между Польшей и Советским Союзом. В конце 1944 года Советский Союз предоставил Польше беспроцентный кредит на 10 миллионов рублей. Поставки советского сырья и технического оборудования позволили ускорить введение в эксплуатацию польских промышленных предприятий в освобожденных районах, где специальные подразделения Красной Армии помогли восстановить транспортное сообщение и связь. В январе 1945 года было заключено соглашение о предоставлении Польше займов в размере 50 миллионов рублей и дополнительно 10 миллионов долларов для нужд внешней торговли. В конце февраля 1945 года в Польшу было поставлено 45 тысяч тонн угля, 3 тысячи тонн керосина, 280 тысяч тонн моторной нефти, 6 тысяч тонн соли, 60 тонн чая. Из ресурсов 1-го и 2-го белорусских и 1-го украинских фронтов были переданы 8 тысяч тонн мяса, тысяча тонн растительных жиров. В Польше было предоставлено также 20 тысяч тонн текстильного сырья, 100 тысяч шкур, при условии, что 50% готовой продукции будет продано Советскому Союзу. В январе 1945 года Советские Республики отправили жителям, освобожденные частями Красной Армии и войска Польского Варшавы, из своих ресурсов 60 тысяч тонн хлеба, а Украина сверх того полторы тысячи подсолнечного масла, тысячу центнеров сахара, 50 центнеров сушеных фруктов и так далее, и так далее, и так далее. С марта по ноябрь 1945 года в Польшу для обеспечения населения и на посевную отгрузили продовольствие на сумму более полтора миллиарда рублей, а также 150 тысяч голов крупного рогатого скота семена для посевных работ. Ведь речь идет о стране, которая оказывала эту помощь и которая сама нуждалась в первую очередь, которая была разорена. В феврале 1945 года СНК СССР утвердил просьбу польского правительства об оказании материально-технической помощи в размере 50% расходов, предусмотренных планом восстановления основных районов Варшавы. Не даром польские строители очевидцы тех событий говорили, что половина столицы восстановленной при участии советских архитекторов воздвигнута из советского цемента и кирпича. Все это было сделано еще раз. Хочу напомнить, в непростые месяцы, когда на фронте в 1944-1945 год советские войска готовились к решающему удару по нацистской Германии в берлинской операции. В июле 1945 года между Советским Союзом и Польшей был подписан торговый договор о соглашении о взаимных поставках товаров, соглашения о товарообороте и платежах заключались ежегодно до 1948 года, согласно которым Советский Союз обязался поставить в Польшу 250 тысяч тонн железной руды, 30 тысяч тонн марганцевой руды, 25 тысяч тонн хлопка, 3 тысячи тонн табака, 2,5 тысячи тонн льна, 40 тысяч тонн апатитов, целлюлеза, бумаги и так далее. В 1947 году Польше были направлены тысячи тонн зерна и продовольствия, что позволило избежать массового голода в связи с засухой. В 1948 году было заключено соглашение о поставках в Польшу советского промышленного оборудования на сумму почти в полмиллиарда долларов в конечном итоге на безвозмездной основе. В течение 1948-50-х годов Советский Союз предоставил Польше кредит на сумму... Вы знаете, я не могу это больше продолжать говорить, потому что это бесконечный список. Вы можете с этим ознакомиться, будете с дополнительными цифрами и данными в тексте брифинга. Я только хотел бы сказать, что в счет советской доли германских репарационных платежей, это 10 миллиардов долларов, Польша получила финансовую и материально-техническую помощь на сумму около одного миллиарда долларов, в основном в виде промышленного и сельскохозяйственного оборудования и другого имущества. Когда США, Великобритания и Франция прекратили репарационные поставки СССР из западных зон оккупации Германии, Варшава продолжала получать поставки в рамках репарации из восточной зоны, а затем ГДР. Тимир провели к быстрому и эффективному развитию страны. Первый трехлетний план восстановления польской экономики был реализован досрочно. К 1949 году объем производства промышленной продукции в Польше вырос в 2,5 раза. Экономическая отдача от реализации промышленных товаров по сравнению с довоенным периодом увеличилась на 200%. К 1950 году объем советско-польского товарооборота превысил миллиард долларов США. В этом же году стартовал шестилетний этап индустриализации страны, по итогам которого объем производства вырос в 2,5 раза, а число аграрных кооперативов практически в 15 раз по сравнению с показателями начала шестилетки. И в середине 50-х годов Советский Союз перешел от оказания односторонней помощи Польше к расширению с ней взаимовыгодного и равноправного торгово-экономического сотрудничества. Ведь это же факты. Но почему и кто и на каком основании смеет их искажать? И я готова ответить на ваши вопросы. Если они есть, да, пожалуйста. Ксения Олейникова, агентство РИА Новости. Латвийское агентство ЛЕТА опубликовало выдержки из проекта концепции национальной безопасности, подготовленного МВД и службы госбезопасности Латвии. Там, в частности, говорится о том, что Россия в последние годы якобы использует поддержку соотечественников для вовлечения их в мероприятия, направленные против нацбезопасности Латвии. Вот как могли бы прокомментировать эту информацию? И, если возможно, также прокомментируйте, пожалуйста, заявление США о том, что в Пентагоне есть план, который позволит уничтожить ПВО Калининграда в случае агрессии со стороны России. Спасибо. Отвечая на ваш первый вопрос, могу сказать, что мы действительно знакомы с сообщениями о предложениях Латвийского МВД по формированию политики в сфере национальной безопасности этого государства, по сути, полицейские власти, если давать оценку этому, пытаются просто легализовать тезис о причастности русскоязычного населения к деятельности, якобы подрывающей безопасность Латвии с подачей России. То есть любого русскоязычного жителя Латвии можно будет легко подвести под подозрения и политически мотивированные репрессии. То, что нынешние латвийские власти безосновательно назначили Россию главной угрозой своей безопасности в целом европейскому пространству, уже, мне кажется, никого не впечатляет. Теперь же к числу новых вызовов предполагается отнести собственное гражданское общество. Как известно, значительная часть населения Латвии это русскоязычные люди, они ассоциируют себя с русскими традициями, с религией, культурой, они чувствуют близость к российской истории, при этом они, естественно, являются неотъемлемой частью латвийского общества и не собираются это никаким образом ни отрицать, ни менять. Россия всегда открыто поддерживает соотечественников в деле сохранения культурной идентичности, защиты их от дискриминации, ровно, как это делают и другие страны в отношении своих зарубежных диаспор. В этой связи уместно напомнить, что в Латвии до сих пор проживает множество людей со статусом не граждан. Они не признаются латвийскими властями национальным меньшинством, а при этом Латвия рацифицировала рамочную конвенцию Совета Европы по защите национальных меньшинств с оговорками, которые касаются и запрета на использование языков нацменьшинств в официальной переписке и топографических названиях. Русский язык в Латвии целенаправленно выдавливается из сферы образования и общественной жизни. Дискриминацию и нарушение прав человека в этом государстве регулярно отмечают в своих докладах эксперты и ООН, и ОБСЕ, и Советы Европы, и ПАСЕ, также Еврокомиссии. И мы квалифицируем эту политику как политику принудительного разделения социумов в Латвии в ущерб русскоязычному населению. Безусловно, вся эта тема и примеры подобные этому будут находиться в центре пристального внимания России и международных демократических институтов. А, что касается вашего вопроса относительно тех угроз, которые были озвучены, ну, во-первых, мы квалифицируем это как угроза, во-вторых, мы квалифицируем подобные заявления как абсолютно безответственные. В-третьих, мы видим, с какой легкостью политический бомонд, в частности, в Соединенных Штатах Америки, оперирует столь серьезными и очень сложными вопросами, как мировая безопасность и стабильность. Еще раз повторю, делает это абсолютно безответственно, исходя из политических конъюнктурных соображений собственного процесса, в том числе, как мы понимаем, и, возможно, электорального. И главное, это все является показателем глупости. Здесь вопрос не только безответственности, но и глупости. Умные, дальновидные люди, которые действительно выражают интересы людей, которые их либо назначают на соответствующие должности, либо избирают их, никогда не будут делать подобные заявления, понимая, что они наносят ущерб, репутационный ущерб той стране, которую эти люди представляют. Да, пожалуйста. Ну, и еще, конечно, хочу сказать, что более чем уверена, что квалифицированный ответ будет дан по линии Министерства обороны с соответствующими примерами и выкладками. у нас оборонное ведомство всегда четко и безупречно профессионально комментирует подобные темы. Да, пожалуйста. Ну, вы там поделитесь, но не поделитесь. Телеканал Аль-Араби. Какова позиция России по отношению коалиции США по охране судоходства в Персидском заливе, которую она посколачивает? А мы уже неоднократно отвечали на этот вопрос. Мы исходим с того, что все меры, которые предпринимаются в этом регионе, должны иметь главную цель стабилизации ситуации. К сожалению, политика, в том числе и Соединенных Штатов Америки и целого ряда других государств не приводит к этому результату, а приводит к противоположному. Никакой дополнительной стабильности или стабилизации ситуации не происходит, кроме дестабилизации. Вот и все. Поэтому все меры, которые предпринимаются, они, во-первых, должны иметь под собой правовое основание, а многие из них далеки от какого-либо правового поля, а во-вторых, должны иметь с самой главной целью это улучшение ситуации в регионе и стабилизацию. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Мария Владимировна. Крупнейшая в России газета «Комсомольская правда» некоторое время назад сообщала о ситуации с французскими активистами движения и дентаристов по имени Климен Галан и Ромен Эспино этих людей за мирную акцию, что признает даже французская прокуратура. Суд приморского города Гап приговорил к полугоду тюрьмы. Более того, буквально несколько минут назад пришла новость, что известного французского философа Алена Сараля приговорили к 18 месяцам тюрьмы за его публичное политическое высказывание. Как это можно прокомментировать? Не считаете ли вы это опять же угрозой свободы слова и политики? Вы интересовались этим вопросом неоднократно, поэтому подготовились, хотя мне кажется, на мой взгляд, все-таки это вопрос в большей степени реакции гражданского общества и средства массовой информации нежели внешнеполитических ведомств. Но, коль скоро вы задали вопросы и попросили нас квалифицировать, я обязана это сделать. 29 августа суд Гюрды ГАП вынес решение по судебному разбирательству в отношении трех участников общественного движения поколения защитников идентичности. Напомню, они весной 2018 года в Альпах провели акцию против нелегальной миграции. Суд признал трех фигурантов виновными в совершении действий, могут быть восприняты в обществе как узурпация функции государственной власти и приговорила к шести месяцам тюремного заключения о самой организации выставил штраф в размере 75 тысяч евро. Для того, чтобы интерпретировать данный инцидент, я так понимаю, вы его интерпретируете как политически мотивированное заключение под стражу необходимо более детальное ознакомление с материалами уголовного дела. Это точно не наша компетенция, а соответствующих возможно либо общественных организаций, либо международных. Вместе с тем, конечно, столь жесткое отношение к диссидентам во Франции не удивляет. Французская фемида, несмотря на декларируемую Парижем приверженность к гуманистическим идеалам, безжалостно расправляется с инакомыслием в разных его проявлениях. вспомним российского революционного художника Павленского. До переезда во Францию он пользовался именно во Франции благосклонным отношением при организации своих акций в Москве, когда же начал аналогичные вещи реализовывать во Франции. Что-то пошло не так и он резко перестал нравиться. Уже длительное время сидит в тюрьме общественный активист Фаяр по делу за свою активность по доведению до французской общественности правды о событиях на востоке Украины. Мы полагаем, что дело явно сфабриковано и так далее. Да, пожалуйста. Телеканал Рудав, Камыч, Даде. Мария Владимировна поступает сообщение новости о том, что ведутся переговоры между Россией и Турцией о создании зоны безопасности в Иидлибе. Это помимо вот этой зоны деэскалации, которые, наверное, после продвижения сирийской армии границы поменялись. Есть ли конкретные данные по этому процессу и границы вот этой зоны безопасности к нашим военным экспертам. Я тоже постараюсь уточнить, но это их епархия, поэтому вас попрошу все-таки уточнить у них. Но со своей стороны тоже постараюсь выяснить. Да, пожалуйста. Добрый день, газеты национальных курсов. Богатырев Олег. От лица наших читателей и редакции хотел бы поддержать вас и поблагодарить за ваш пост в фейсбуке касательно русофобской статьи посла Украины в Сербии. И надо сказать, что это его не первая выходка. И вопрос в связи с этим. Вот те грабли разрушения государственности Украины, на которые наступают дипломатии Украины, они не просто наступают, а они берут эти грабли и еще вставляют в колеса процесса налаживания отношений между Россией и Украиной, которое проводит по сути президент Зеленский. И вот в этой связи будет ли МИТ России высказывать дальнейший протест по этому поводу, либо президент Зеленский сам должен в своей исполнительной власти навести порядок. Вы понимаете, все-таки в каждой стране свои нюансы и направления послов, назначения их, наделения их соответствующими полномочиями, но так или иначе посол это человек, который представляет не внешнеполитическую службу и не Министерство иностранных дел, а человек, который представляет все государство. И полномочия ему дает высший орган власти в государстве, и соответственно спрашивать у него должны непосредственно в том государстве, которое его направляет на соответствующую работу. И в данном случае вы, мне кажется, охарактеризовали это даже лучше, чем получилось у меня, вы сказали о том, что это выходка, это именно так, это не экспертное мнение, это не политическое убеждение, которое материализовалось в виде статьи, это именно вот такая эпатажная выходка. И реакция на подобные выходки должна следовать непосредственно из столицы. устраивает такой вид поведения и такой вид риторики Киев, это вопрос Киеву. Соответствует ли поведение посла и соответствует ли его заявление тому, что хочет добиться Киев на нынешнем этапе и какие цели хочет реализовать, опять же вопрос к ним. Поучать, учить, это не наша задача. Все взрослые люди, все имеют опыт государственности, суверенитета, самостоятельности, отстаивают эту самостоятельность, я имею ввиду Украину, Рияна, поэтому я думаю, что уже можно учиться не в теории, а на собственных же ошибках, но квалификацию подобным выходкам своих послов должен все-таки давать Киев. Если их это устраивает, если это тот уровень разговора, который одобряется Киевом и ведется послами на международной арене от имени Украины как государства, тогда надо об этом так и сказать, что это соответствует внешнеполитической доктрине нашего украинского государства. я бы сейчас попрошу это в кавычки взять, а не писать, что я назвала украинское государство нашим. Это была цитата. А то талантливых много, журналистов, они правда сегодня не с нами, но все равно. И если это не соответствует позиции или внешней политике государства, тоже об этом стоило бы сказать. Я понимаю, что сейчас только формируется новый, может быть, не глобальный внешнеполитический курс, не знаем, будет ли он обновлен и так далее. Но так или иначе пришли новые люди, все-таки так или иначе делаются попытки предпринимать более конструктивные шаги на мировой арене. Есть ощущение, что вместо агрессивной риторики на уровне руководства государства отдаются приоритет реальным конкретным шагам по улучшению ситуации, а не по ее усугублению. Мне кажется, что нужно уже определиться. Но точно не мы это должны делать за Киев. Да, пожалуйста. Можно сразу второй вопрос касается атаки дронов на НПЗ Сауди-Арамка. Атака была успешной, несмотря на то, что вдоль границы Саудовской Аравии стоят 88 американских комплексов ПВО Патриот, и на что Майк Помпео в общем-то оправдался, что любые ПВО дают сбой. А вопрос в том заключается, что, конечно, президент Путин, будучи в Анкаре, он предложил Саудитам поставить свои комплексы, более эффективные, возможно. А есть ли потенциал у России наладить такой мирный процесс переговоров между Саудитами и повстанцами, хуситами, которые взяли на себя ответственность за эту атаку? Вы знаете, я хочу обратить ваше мнение, во-первых, на наш комментарий, который был опубликован 16 сентября на сайте в контексте вообще ситуации и нашего отношения к нему, не буду его сейчас заново зачитывать, он доступен на сайте. Во-вторых, вообще, многое, что делают Соединенные Штаты Америки в этом регионе так или иначе уже больше похоже не на политику, а на глобальный коллапс. И, понимаете, коллапс на той коллапс, что он не ограничивается какой-то одной сферой, а затрагивает все области. И мы же помним, как больше года назад прекрасные американские ракеты не попали в цель, а вот сейчас прекрасные американские установки ПВО не отразили соответствующего удара. Это все звенья одной и той же цепи. Вот, понимаете, такое собственное разоблачение, мне кажется, происходит на примере конкретного региона в контексте того, что Соединенные Штаты делают и могут предложить современному миру. Но я хотела бы также обратить ваше внимание, что и президент России тему в контексте ПВО и возможностей российских возможностей на этот счет уже прокомментировал. Да, пожалуйста. Информационное агентство Евразия Дейли. Мария Владимировна, не противоречит ли на Ваши взгляд декларация, которую 14 сентября принял съезд партии демократического действия Баки Рейзетбеговича Босния и Герцеговина сути деятонских соглашений? Вы знаете, я должна уточнить, я уточню наших экспертов и оперативно вам отвечу. Есть ли еще вопросы? Если вопросов нет, то прощаюсь с вами уже, наверное, не до следующей недели, а через неделю, учитывая Генеральную ассамблею, ну, политическую дискуссию Генассамблею, куда делегация министра иностранных дел скоро выдвинется. Спасибо вам, счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры